О новых мерах поддержки Владимирской области за счет федерального бюджета, о поддержке предпринимателей, о том, действительно, мы будем освобождены от уплаты взносов за капремонт. Сегодня обо всем этом мы поговорим вместе с заместителем председателя законодательного собрания Владимирской области Романом Кавиным. Роман Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. В каком сегодня режиме работает ЗАГС собрания? Мы работаем. Дело в том, что у нас из 38 депутатов на постоянной профессиональной основе только 11 человек трудится, остальные депутаты совмещают работу в законодательном собрании, депутатскую деятельность совмещают с работой на своих основных местах, возглавляют предприятия, организации области, являются учителями, врачами. Каждый трудится на своем посту в соответствии с законодательством России. Тот, кто должен уйти, был на выходные, тот ушел. Тот, кто на удаленку уйти, тот ушел на удаленку. Вот 11 депутатов, работающих на профессиональной основе, в том числе ваш покорный слуга. Мы ежедневно выходим на работу, мы исполняем свои обязанности, потому что обращения граждан продолжаются, идут запросы из органов власти, идут проекты федеральных законов, которые нужно рассматривать, на которые нужно выносить одобрение или неодобрение. Ну и у нас на следующей неделе пройдут заседания комитетов профильных, и 30-го предварительно планируется заседание законодательного собрания. Это все требует проработки, подготовки, требует проработки, подготовки пакет региональных мер, над которыми мы сейчас работаем по поддержке жителей области, связанной с этой ситуацией, которая сложилась в стране. Поэтому мы, безусловно, продолжаем работать. Какие меры федеральной поддержки уже заработали у нас в регионе? Ну, по большому счету, сейчас пока, не пока, это огромные на самом деле деньги, это десятки миллионов рублей, идут на сферу здравоохранения. Это не запланированные бюджетом области текущим, ни нашим, ни федеральным бюджетом. Это дополнительная помощь, связанная с необходимостью приобретения новых машин скорой помощи, с обеспечением функционирования госпиталей против коронавирусных. То есть нам ни в коем случае нельзя допускать ситуации, как в Европе, когда там просто некуда больных принимать. И поэтому усилия большие прилагаются региональными властями. И в этом, безусловно, в этих усилиях помогает федеральная власть, прежде всего финансово, выделяя денежные средства на то, чтобы мы сейчас переоборудовали в Юрьевце больницу, она готова, как госпиталь антиинфекционный. Заканчивается переоборудование хирургического отделения в загородном, в областной клинической больнице. То есть большие усилия на медицину, на приобретение средств защиты для медиков. Пока, не пока, а в основном направлены средства поддержки на это. Это первоочередная задача. Первоочередная задача, безусловно. Но мы прекрасно понимаем, что вот эта ситуация с вынужденными нерабочими днями, с начала недели, а теперь практически до конца апреля, объявленная президентом, это, конечно, серьезное напряжение для экономики, для региональной, для федеральной экономики. И есть перечень предприятий, которые продолжают работать и должны продолжать. Это, прежде всего, те предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, предприятия сферы обеспечения населения первоочередными товарами первичной необходимости. Но большое количество предприятий и организаций, особенно в сфере обслуживания, такие как парикмахерские, ну, в общем, бытовое обслуживание, общепит, они сейчас все остановлены. Владельцы этих предприятий очевидные несут убытки. Это, конечно, серьезное напряжение, но это, скажем, повод для беспокойства не только самих предпринимателей, но и нас, как властей, безусловно, повод для беспокойства. И для федеральных властей также. Именно поэтому, ну, вчера слышали, вот и президент предложил помощь там для безработным, финансовую прямую, да, для тех, кто вынужден сотрудников там либо увольнять, либо вот они остаются, ну, люди, к сожалению, люди теряют рабочие места. И есть пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса с помощью банковских кредитов беспроцентных. Ну, там тоже, вот, как сказать, то есть меры объявлены, банки уже приступают к реализации. Ну, я вот общаюсь тоже, как депутатка, заместили председателя, звонки и обращаются люди. То есть механизмы получения этой поддержки не всегда простые, да, и понятно, мы об этом сигнализируем на федеральный уровень, говорим, что, ребят, ну здорово объявили, а как это на практике воспользоваться? Тут вот есть жизнь и есть нюансы. Вот, но тем не менее механизмы поддержки вот по кредитам, ну и на региональном уровне, с учетом того, что в целом, конечно, непростая ситуация у людей складывается, у многих, мы вот подготовили ряд предложений, в частности, о чем вы сказали, о том, чтобы приостановить сбор платежей за капитальный ремонт для владельцев квартирных домах, ну, это то, что мы можем на региональном уровне предложить. Да, этот пакет мы сейчас отдельно обсудим, да, мы сейчас разберемся с ситуацией с коронавирусом, на этой неделе мы много показывали в сюжетах, как и председатель ЗАГС Собрания помогал, новые аппараты ИВЛ, парк скорой помощи, одним словом, очень много такой помощи и на федеральном уровне, и на региональном уровне, для того, чтобы просто нам сейчас быть во всеоружии. Один из сюжетов, давайте посмотрим. Жизненно важный подарок секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселев передал в Собинскую ЦРБ аппараты для лечения больных пневмонией. Это два вакуумных аспиратора, оборудование, необходимое для своевременного откачивания жидкости из легких. Нехватка подобного оборудования стала вопросом жизни и смерти для пациентов Собинской ЦРБ. Всего они обслуживают 5000 пациентов. С подозрением на пневмонию сейчас только один. Но, судя по неутешительной статистике в регионе, ситуация может измениться не в лучшую сторону. Нам очень приятно, действительно, что сейчас в такое время партия «Единая Россия» оказывает такую поддержку больницам и все-таки поставляет нужное оборудование, нужные предметы для работы, для лечения, так сказать, аксессуары, для докторов, для персонала, чтобы действительно защитить и коллег, и помочь больным действительно справиться с этой трудной сейчас проблемой. Аспираторы приобрели депутаты от партии «Единая Россия» на средства партийного фонда по борьбе с коронавирусом. Там уже удалось собрать более 5 миллионов. Эти деньги идут на самое необходимое оборудование и средства защиты от COVID-19. В этот фонд наши члены партии сдают собственные деньги. На эти деньги закупается много различного и медицинского оборудования, и различных предметов медицинского обехода, такие как маски, перчатки, антисептики. Также закупается материал для изготовления защитных боксов для транспортировки, размещения больных коронавирусом, а также защитных медицинских масок и кранов. Они гораздо удобнее, чем обычные маски. Защищают сразу все слизистые поверхности лица. Такие экраны могут использоваться многоразово после обработки дезинфицирующим раствором. Изготавливают маски волонтеры, пока только на Особинский район. Но в случае необходимости готовы обеспечить боксами и масками всю область. Депутаты от «Единой России» также продолжат снабжать их всеми необходимыми материалами. Мы сейчас его прокомментируем, но прежде у нас есть телезритель на связи со студией. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, вы мне говорите? Да, 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 добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы все время говорите про малый бизнес. Слушаем вас, говорите, говорите. Ну вот, а почему вы не говорите про тех, кто работает сами на себя? Индивидуальные предприниматели, у которых нет наемных работников, но они также попали в такую ситуацию, что у них нет практически заработка. Они работают на себя. Поработали – денежку получили. Не работают – денег нет. Вот подскажите, пожалуйста, как и на что им просто-напросто жить? Когда государство будет поддерживать их? Хотя бы какое-то минимальное пособие что-либо выделяло или что-то еще? Спасибо, поняли вопрос. Спасибо большое за вопрос. Да, ну, я понимаю, что я говорю, когда я обычно говорю. То есть, когда я говорю о мерах поддержки малого бизнеса, я, безусловно, имею в виду в том числе и индивидуальных предпринимателей, потому что они тоже относятся к малому бизнесу. Неважно, сколько у тебя человек, один ты сам трудишься или у тебя до десяти человек, ты относишься к субъектам малого предпринимательства. Это не я придумал, это налоговый кодекс Российской Федерации определяет. И, конечно, когда мы говорим о мерах поддержки предпринимательства и предпринимателей, речь идет о всех. И о тех, кто сам на себя действительно, как человек сам открыл ИП и парикмахерское у него, он оказывает парикмахерские услуги или какие-то другие вещи, другими вещами занимает. И так, безусловно, и тех, у кого какой-никакой персонал идет. Поэтому мы говорим о мерах для поддержки бизнеса в целом. Потому что, по большому счету, неважно, человек сам на себя поработал или он на кого-то поработал. Но если предприятие стоит, ни тот, ни другой не зарабатывает денег. И понятно, что помогать так или иначе нужно и тому, и другому. Но еще в вопросе прозвучало про то, что государство как, когда поможет. Безусловно, у нас Российская Федерация, социальное государство, оно должно и обязано помогать всем. Но прежде всего, социальное государство помогает тем, кто не в состоянии сам себя обеспечить. То есть те, кто инвалиды, пенсионеры, дети, так называемые защищенные слои населения. Все-таки, когда говорим о взрослом человеке трудоспособного возраста, который для себя решил, что он не пойдет работать на завод, а будет заниматься своим предпринимательским делом, это мой гражданский выбор, я для себя так решил. Я принимаю такое решение, я принимаю на себя и риски, связанные с этим решением. И если человек оказался в результате той ситуации, работы лишился, дохода лишился, то есть я об этом говорю, что принято решение о пособии по безработице, и это пособие индексировано будет, причем значительно на федеральном уровне. То есть не около 9 тысяч, не менее 13 тысяч будут. Это уже сейчас, это на федеральном уровне решается. О других мерах поддержки, которые комплекс сейчас разрабатывается, об этом тоже как раз идет речь. То есть кредитование, отсрочка, налоговые каникулы среди мер федеральной поддержки, и мы тоже на региональном уровне, по региональным налогам думаем сейчас о том, можно ли и в каких объемах такие вещи предоставить. То есть вот об этом речь идет, но так, что я работал, у меня был доход, я его лишился, а если бы не было вот этой ситуации, а просто спроса не было бы на ваши услуги, ну государство там, наверное, тоже как-то должно помочь, а может не должно. То есть тут такой вопрос непростой на самом деле. Вообще вот при принятии решений властных, простых решений не бывает, потому что мы попозже поговорим про фунт капремонта, с одной стороны здорово, да, там, освободили людей от платежей, но ведь есть и те, кто пострадают от этого решения, это те, кто в очереди находятся. Поговорим об этом позднее, у нас снова звонок телезрителя, слушаем вас, добрый вечер. Это вы меня слушаете? Да, да, это мы вас слушаем. Вот недавно по РНСР, вот сегодня буквально передали, что Владимир закупил кто-то здесь с помощью Аникеева, видимо, и концов уже не найдут, аппараты ЭВЛ в шестую больницу, которые 20-летней давности, и которые при коронавирусе вообще... Вопрос понятен. Хорошо, мы вас поняли. Вопрос понятен, тоже смотрим и отслеживаем информационную повестку. Сейчас компетентные правоохранительные органы с этой ситуацией разбираются, в частности, прокуратура Владимирской области, вопрос на контроль в Генеральной прокуратуре. Насколько я понял, речь идет о том, что часть аппаратов ЭВЛ, закупленных для того, чтобы вот этот антивирусный госпиталь обеспечить, там по нормативам, по федеральным, условно там, я не точные цифры сейчас называю, чтобы понимание было у наших телезрителей, порядок цифр. Что вот, например, открывается госпиталь на 100 мест, вот не менее 30% должны быть обеспечены реанимационным, сделаны как реанимационные, и там не менее, по-моему, 20% должны быть, ну, в том числе, вот эти реанимации предполагают, с учетом специфики, как правило, протекает, вот особенно в тяжелых формах, последствия для здоровья от заражения ковидом, вот этим несчастным. Там, да, требуется зачастую пациентам искусственной вентиляции легких. И прошла информация, действительно, что часть приборов, которые были приобретены во Владимирскую область, они, ну, что называется, там не соответствуют современным требованиям, то есть они устаревшие. Но я пока до конца сам не знаю, и не хотел бы телезрителей наших водить в заблуждение, речь идет о закупках, или речь идет все-таки о, это вот возвращаясь к сюжету, который мы с вами посмотрели, о том, что очень много, мы же все-таки, мы, россияне, мы умеем в трудный момент сплачиваться, мы умеем поддерживать друг друга, это наша сильная черта, нас, русских людей, и то, что у нас депутаты Государственной Думы, Игорь Гошин и Григорий Аникеев от нашей Владимирской области, вот, закупили, кто аппараты ВЛ, кто продукты питания малоимущим семьям сейчас раздает, приобретает средства, то, что руководители крупных предприятий, это не их функционал, это не их задача, это задача власти, но люди, несмотря на то, что у самих тяжелая экономическая ситуация, естественная, но люди принимают решения на совете директоров, приобретают аппараты, передают в местные больницы, об этом речь идет. А в сюжете вот про Владимира Николаевича, о чем речь шла на самом деле, Владимир Николаевич, помимо того, что является председателем законного собрания, еще возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия», мы приняли, ну, такое, это необязательное решение, оно не обязательное к исполнению, оно, скорее, добровольное. Мы посоветовались и на президиуме, я тоже член президиума регионального полицейства, приняли решение, что мы по своему месячному окладу, то есть Владимир Николаевич свой, и вот я вот свой, и мои коллеги депутаты некоторые в законодательном собрании, и члены президиума полицейства, мы перечислили в специальный фонд. И вот сейчас там достаточно приличная сумма образовалась, там только за неделю около двух миллионов собрали, и сейчас сумма до пяти миллионов доросла, и вот на эти пять миллионов приобретены были большое количество, более полутора тысяч специальных халатов для врачей, и эти халаты сейчас, защитные костюмы, комбинезоны, эти комбинезоны разошлись по больницам, которые предназначены по всей области для приема пациентов, зараженных коронавирусом, новой коронавирусной инфекцией. Вот также были приобретены, это в сюжете как раз про это, приобретены оборудования, а предприниматели, заметьте, вот тут отвечаю девушке, предпринимательнице, да, видимо, вопрос, о мерах поддержки, они переоборудовали свое производство, и они добавляли, они говорят, нам не нужна оплата за наш оборудование, мы бесплатно его сделаем, дайте нам материалы, вот Единая Россия закупила материалы, они вот эти вот кубы изготовили, изготовили маски на том оборудовании, который имеется, это вот, по-моему, в Собинском районе у нас есть структура, которая вот это умеет делать. Были приобретены перчатки, средства защиты, другие, да, и сейчас все это раздается волонтерам по всей области, которые вот бабушкам продукты доставляют, лекарства доставляют, у кого нет близких, родственников, это большая работа, поверьте, у нас, я просто как раз возглавляю наш региональный волонтерский штаб, Единой России, у нас более 300 волонтеров по всей области, огромное количество заявок, причем они по нарастающей идут, вот, то есть люди, ну, самоизолировались многие, дисциплинированно себя ведут, не выходят, люди старше 65 лет, не выходят в магазины, но понятно, что им нужно что-то покупать, вот как раз на себя эту миссию взяли члены нашей партии, молодая гвардия, другие волонтеры, вот, мы этой большой работой занимаемся, ну, и вот конкретные вещи, связанные с закупкой, там, с оборудованием и с безвозмездной передачей его, и с удовольствием проанонсирую, что вот буквально завтра состоится передача двух автомобилей, закупленных на средства Единой России для учреждений здравоохранения нашей Владимирской области, для того, чтобы, у нас же не все больницы предназначены для приема ковида, то есть у нас там немножко в шахматном порядке это правильно сделано, то есть в одном районе есть койки, в другом нет, в следующем есть, и вот, соответственно, там, где больницы не принимают коронавирусных больных, или там даже, где принимают, ну, в этих, сейчас пациентов, многие же на самоизоляцию, не пациентов, жителей, многих на самоизоляцию, особенно контактировавших, направляют, для того, чтобы наблюдать, как у них ситуация с здоровьем будет, и врачам нужно посещать, вот для этого приобретены машины, вот, кроме тех, которые на федеральный бюджет, это фактически тоже благотворительность, да, то есть это деньги небюджетные, что называется, и для того, чтобы врачам легче было добираться, вот наша партия большую работу проводит. И снова звонок, добрый вечер, слушаем вас. Говорите, пожалуйста, вы у вас. Алло. Да, 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 добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Мне 70 лет, я пенсионер. У вас очень бодрый голос. Живу одна. И у меня вопрос. Вот закрыли рынок на Чайковского. Здесь мы все пенсионеры живем рядом. Вышел раз в неделю, закупился всеми продуктами и вернулся. То есть на рынке на Чайковского можно было купить и разливное молоко, и творог, и сметану, и масло, и мясо. А теперь он закрыт, и мы должны куда-то ездить подальше. А здесь все рядом. Второй вопрос у меня есть. В Московск, этот, как его, Воробьев, губернатор Московской области, подписал постановление о том, что всем пенсионерам свыше 65 лет поддержку, значит, их во время коронавируса и на все время добавляют к пенсии по 1000 рублей. То есть эти жители Московской области являются гражданами Российской Федерации, а мы, жители Владимирской области, не граждане Российской области. Хорошо, мы вас поняли. Вы вас поняли. Спасибо за вопрос. Я, если позволите, со второго отвечу. Дело в том, что вот как раз-таки отдельные региональные выплаты в богатых субъектах, которые могут себе позволить эти субъекты. Ну, я согласен с нашей телезрительницей, потому что вот с одной стороны это правильно и хорошо. У нас огромная страна, у нас специфика, у нас 85 субъектов, и в каждом субъекте свои органы власти, и каждый субъект живет по своей экономике. Это может быть и правильно, потому что нельзя там равнять условно регионы Крайнего Севера с регионами Крайнего Юга нашей страны. Везде своя специфика, везде свой уклад жизни. И это нормально, что у нас... Это отражается на экономике. Да, у нас по Конституции Российская Федерация, страна, форма устройства власти, федерация. То есть страна состоит из 85 субъектов и в этих 85 своей власти для решения вопросов на региональном уровне. Но, безусловно, есть и федеральное законодательство, и федеральные правила. И вот в вопросе, ну не совсем точно вопрос был, вот уважаемые наши телезрительницы, с точки зрения пенсионного обеспечения, неважно где ты, в Москве, в Петербурге, во Владимире или на Дальнем Востоке проживаешь, законодательство пенсионное единое. Пенсионный фонд Российская Федерация называется. То есть у нас обеспечение, пенсионное обеспечение, это федеральный уровень власти, это федеральное решение, это федеральный пенсионный фонд. Мы здесь в регионе ничего уже не принимаем. Не принимаем и так далее. А то, что сейчас объявляется в некоторых богатых регионах, ну богатых с точки зрения того, что им бюджет позволяет отдельные меры социальной поддержки, вот, видимо об этом речь идет, я надо просто посмотреть, как сформулировано, что это за такая выплата к пенсии тысячи. Я больше чем уверен, что это не выплата к пенсии, это отдельная выплата в отношении граждан, достигших там такого-то возраста, там жителей Московской области. И проведено это наверняка в рамках регионального законодательства. И просто удобно к пенсии. Да, ну и может быть... Чтобы не отдельно. Либо удобно к пенсии, но скорее всего это через органы социального обеспечения Московской области реализовано. Ну то есть вот я больше уверен, что это не совсем так, как наша уважаемая телезрительность спрашивает. И с этой точки зрения, Владимирская область, несмотря на то, что у нас не такой по бюджету регион, но у нас достаточно большой пакет и был, остается... Мы один из... В России один из самых, ну скажем так, социальных регионов, на самом деле это объективно. То есть у нас из... Вот если расходы все нашего бюджета областного, там без малого 67 миллиардов рублей, свыше 70 процентов, и из года в год примерно порядок цифр сохраняется, это расходы как раз на социальные нужды, это на образование, это на культуру, это на спорт, это на здравоохранение, и это на поддержку отдельных категорий граждан. Граждан пожилого возраста, и мы не так недавно, не так давно приняли закон, и он действует про детей войны, да, это тоже там... Не важно в каком статусе человек, если вот он по возрасту подходит, все сейчас пользуются теми набором прав, возможностей, которые в соответствии с этим законом полагаются. У нас есть выплаты семьям, это уникальная штука, которая нет в других регионах, которые вместе прожили 50, 60, 70 лет. У нас есть поддержка вышедших на пенсию врачей, учителей, которые отдали свой вклад в здравоохранение, в образование нашего региона, и они имеют льготы по оплате коммунальных услуг. Далеко не в каждом регионе такие вещи есть. Поэтому я согласен с тем, что, наверное, набор социальных мер должен быть един по стране, с одной стороны, а с другой стороны, с учетом того, что все-таки, вот если пенсионное обеспечение, это исключительно федеральные полномочия, а социальные делятся на федеральные и на региональные. И вот если регионы могут, некоторые себе позволят, чуть больший набор социальных благ для своих жителей, ну, можно только порадоваться, наверное, за жителей Московской области, а нам, властям Владимирской области, и депутатам, и губернатору, и администрации, стремиться к тому, чтобы вот так было. И к первому вопросу про рынок, на котором было удобно все покупать раз в неделю. Вот, дорогие мои телезрители, ну, мы же все прекрасно понимаем, что вот эти вот нерабочие дни, вот эти меры самоизоляции, да, они ведь не для того, чтобы мы отдохнули, и не для того, чтобы запереть людей. Это все, прежде всего, сделано для того, чтобы, ну, как это говорят врачи, разобщить людей, да, чтобы обеспечить социальную дистанцию, обеспечить как можно меньше контактов. Ну, вот для меня совершенно очевидно, где шансов больше заразиться. В многотысячном рынке, где сотни, а то и тысячи людей, проходят через одно место, они там известь чихают, кашляют в этом рынке, и через это вот место, где кто-то чихнул, я, допустим, прошел, или вот у нашей уважаемой телезрительницы, я бы, вот, честно говоря, с одной стороны, да, там подешевле, там молоко в разлив и творог, но с учетом, что на чаше весов твоего здоровья, ты можешь подхватить там коронавирус, от того, что кто-то пробежал, да, такой, вот, по мне, вот лучше потерпеть временные неудобства и сходить в ближайший магазин, пускай там не такое свежее, и чуть подороже будет, но также можно купить и творог, и молоко, слава богу, мы, кстати, мониторим цены, есть по отдельным направлениям рост, серьезный, по сахару рост, там, ну, имбирь, лимоны, да, то есть по отдельным группам, и то, это скачок был такой временный, сейчас вроде успокаивается, там, гречи преславутые, да, тоже дрожала и пропадала даже в некоторых магазинах, но сейчас, слава богу, вызывались этой гречи, вот, я к тому, что веду, что, ну, можно, наверное, потерпеть, с учетом того, что у тебя на весах, да, здоровье твое и риск ему, или же подешевле купить творога, а потом, не дай бог, попасть в Юрьевец, в шестую больницу, да, с заражением ковидом, поэтому с этой точки зрения, вывод очевиден, лучше пускай будет рынок на Чайковского какое-то время закрыт, ну, при всем уважении, к тем людям, которым близко и удобно было. А у нас еще один сюжет о том, как раз о тех защитных костюмах, о которых говорил Роман Валерьевич, давайте посмотрим. Защищают тех, кто сейчас на передовой в волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса в Владимирской области передал медикам более 1300 защитных костюмов. Они были закуплены на средства из фонда, который был создан партией для помощи населению. Фонд «Владимирские единороссы» перечислили свои месячные зарплаты. На данный момент уже собрано более 5 миллионов рублей. Отдельное спасибо хотелось бы сказать сегодня нашему одному из ведущих предприятий Владимирской области по производству продуктов питания. Предприятие «Владимирский стандарт», которое пожертвовало к нам фонд поддержки борьбы с коронавирусом, тоже достаточно серьезную сумму. В частности, вот эти костюмы частично закуплены именно на пожертвования данной компании. Владимир Киселев отмечает, приобрести эти костюмы было непросто. В стране их сейчас дефицит. Добиться выделения партий костюмов удалось в процессе переговоров с Минпромторгом Российской Федерации. Средства защиты распределили между больницами области, где уже лечат больных, зараженных коронавирусом. Их передали медикам в Муром, Петушки, Ковров, Гусь-Хрустальный и Владимир. Работать в таком костюме можно почти 6 часов. То есть это очень важно, потому что иногда наши врачи-анестезиологи-аниматологи находятся рядом с пациентом в течение 4-5 часов. Мы очень-очень благодарны. Спасибо большое. Наши медики находятся на передовом рубеже борьбы с инфекцией. И посему средства индивидуальной защиты это первая очередная необходимость. Медицинский коллектив выражает благодарность партии «Единая Россия» за предоставленный подарок в виде 140 костюмов индивидуальной защиты. Помимо костюмов, медучреждения региона передали перчатки, которых тоже сейчас не хватает персоналу. Также за счет средств фонда партии для медиков сейчас закупается необходимое оборудование, в том числе вакуумные аспираторы. В ближайшее время активисты волонтерского центра «Единой России» привезут медикам защитные лицевые экраны и специальные кубы, которые помогут изолировать больных коронавирусом. Мы возвращаемся в студию и на сегодняшний момент ЗАГС Собрание готовит пакет таких антикризисных мер. И одна из мер – это временное освобождение от уплаты за капремонт. В некоторых регионах это уже принято. А как у нас? На самом деле, насколько я понимаю, еще пока нигде не принято в виде законов либо других нормативных актов. Скорее всего, это скорее законопроекты, как и у нас. То есть это пока еще внесенные, но не рассмотренные, не согласованные, не утвержденные решения. Но мы тоже посчитали возможным у нас в Владимирской области, мне хотелось бы, кстати, отметить, что это совместно двумя фракциями закон подготовлен и внесен. Потому что, знаете, какая-то хорошая идея приходит одновременно многим людям. То есть это фракция «Единой России», фракция КПРФ в законодательном собрании о том, чтобы освободить на определенный период жителей нашего региона от платы за капитальный ремонт. Но, как я говорил, у любого решения всегда есть обратная сторона медали. То есть, поверьте, делая благо определенной группе людей, мы можем, конечно, часть людей пострадает от такого решения. Дело в чем? Дело в том, что это же фонд не ради того, чтобы просто платить деньги. Из этих денег потом проводятся капитальные ремонты. И есть областная программа, она согласована, есть порядок, очередность. Люди ждут, люди отслеживают, люди ждут, надеются, что именно в 2020 году им крышу, которая протекает на их конкретном многоквартирном доме, отремонтируют. И, соответственно, если мы вот такой разрыв сделаем, то есть на 3-4 месяца освободим, совершенно очевидно, что программу придется пересматривать, совершенно очевидно, что у кого-то сроки будут сдвигаться. Поэтому непростое решение, я сейчас не готов прогарантировать, что оно будет проголосовано единогласно. Принято, потому что мы как бы внесли этот закон, но мы, конечно, риски и издержки просчитываем. Есть позиции администрации, губернатора, надеемся, что она выскажется. Единая Россия предлагает с 1 апреля по 1 июня, а КПРФ аж до 1 ноября. Насколько я понимаю, там было, умные мысли у всех одновременно появляются. То есть сначала представитель нашей партии, руководитель фракции внес законопроект, буквально в тот же или на следующий день появилась версия КПРФ. Сейчас в итоге в законодательном собрании совместная согласованная версия по 1 июля. На рассмотрении. Но еще раз, предстоит заседание профильного комитета и одобрение, либо неодобрение, либо поправки внесения. Предстоит заседание законодательного собрания и только после того, как депутаты примут заголосованные решения. Только после этого можно говорить как о совершившемся факте. И на самом деле нам очень важно как сами жители относятся. Потому что наверняка для большинства это безусловное благо будет. И большинство с удовольствием эту меру поддержки примет. Но я уверен, что будут и те, кто недовольны окажется. Есть звонок телезрителей, может быть, как раз по капремонту. Добрый вечер, слушаю вас. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. 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 Я бы хотела узнать... Говорите, говорите, мы с вами. По Вязниковскому району нет нигде информации... Говорите, говорите, мы услышим. Сколько заболевших у нас в Вязниках? Ни в интернете, нигде нет. Есть информация. Готов ответить. К сожалению, Вязниковский район сегодняшнего дня пополнил список районов, от таких подавляющих... Ну, практически сейчас... Проще назвать... Даже было два района, которые пока еще не были. Нет, у нас было постоянно вчера четыре района, где не было ни одного случая. Вот, к сожалению, Вязниковский район минус один, что называется, да, то есть подтвердился диагноз на заражение на ковид у одного из жителей Вязниковского района. Но вот, как к сожалению и в подавляющем большинстве остальных 150, официально на сегодняшний день 154-х случаев, житель Вязниковского района, работник одной из организаций в Москве, вот, то есть вахтовым методом, вернулся уже, будучи, скорее всего, зараженным. Ну, там, на самом деле, я просто сегодня специально занимался этой ситуацией, как представитель Вязниковского района, в законодательном собрании созванивался со штабом, с местным. То есть, там нормальная ситуация, человек, вернувшись, ушел на самоизоляцию, он сократил до минимума, то есть, только близкие, родные, которые ему с едой помогали, то есть, доставляли продукты питания, контакты с окружающими, его, он, в принципе, уже переболел, и анализ, как вы мне сказали, человека сделали где-то неделю назад, но просто с учетом того, что у нас, ну, как бы, людей, зараженных растет, и, соответственно, контактных лиц растет, а они, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, их всех необходимо тестировать на коронавирус, сам по себе тест, он достаточно непростой, он несколько часов занимает, и у нас до недавних времен в области была всего одна лаборатория, но сейчас еще 4 развернутые, вот в ближайшее время 5-е должно появиться, поэтому сейчас количество проведенных тестов увеличивается, темп увеличивается, в связи с этим, в том числе, и выявление увеличивается, вот, но, вот, поэтому мужчине, у меня информация, что он практически здоров, то есть, у него симптоматики вообще никакой нет, ни чихания, ни кашля, ни температуры, то есть, просто человек находится на самоизоляции, сейчас его ближайший круг, то есть, маму, дочь там протестируют, и, ну, пока вот первые анализы отрицательны, будем надеяться, что не будет роста, ну, и в целом, в принципе, ситуация, ну, в целом по области, ну, есть, да, к сожалению, смертельные случаи, их немало, но мы прекрасно понимаем, что люди, ну, как от такого коронавируса-то не умирают, люди умирают от того, что у них и так пакет болячек, да, как правило, бывает, да, и коронавирус провоцируя, ну, как правило, заболевания верхних дыхательных путей, легких в том числе, вот, ну, да, когда у человека и так, там, сердце, одышка, там, давление, гипертония и так далее, а тут еще и воспаление двухсторонних легких, это и здоровым молодому человеку, двухсторонних испалений легких тяжело, ну, перенести, да, то есть требуется серьезная поддержка, те же вот аппараты ИВЛ зачастую нужно подключать, а когда человек там, ну, в возрасте и с набором проблем, это вот возвращаясь вот к той замечательной нашей телезрительнице, которая мечтает на рынок, на Чайковского сходить, голос бодрый, дай бог здоровья, как говорится, но об этом нужно помнить, что вот легкие, к сожалению, с возрастом имеют свойство, как любой другой орган нашего тела, хуже функционировать, вот, и поэтому лучше себя от риска от этого ограничивать. И оставаться дома, у нас есть телезритель, слушаем вас, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Алло. Говорите, говорите. Да, 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 ага, Роман Валерьевич, у меня к вам такой вопрос. Котович Олег Васильевич. Очень хорошо. Значит, я онк-вольной, значит, у меня была операция, и все. Сейчас я лежал на обследовании в гастрологии, в пятой, вот у нас в Добром, меня выявили предраковое состояние. Я обратился, значит, ну, уже у меня в преддверии рецидива, видно, идет. Я сейчас обратился к онкологам, к нашему, в пятой поликлинике, значит, на Камане на сегодня был, и мне обозначили четко, только когда оно будет рак. А сейчас четкое указание, нить какой вне оказываем, я говорю, с ассоциированием уже стал. Значит, когда рак будет, тогда к вам приходить. Ждите, когда отменька, этот, карантин. Ну, а это самое... У меня к вам просьба, давайте, знаете, как поступим? Вот сейчас... И еще... Я конкретно по вам после эфира завтра постараюсь отработать ситуацию, вот конкретно по этой ситуации. А в целом, ну, я прокомментирую, что сейчас происходит в системе здравоохранения. Я понимаю, о чем вы говорите, к сожалению, да. Итак, пожалуйста, дозвонитесь еще раз, если с вами уже прерывана связь. Ставьте свои контакты, номер телефона, как вас зовут, Роман Валерьевич возьмет это на личный контроль. Да, а что касается, ну, самой ситуации, да, к сожалению, это действительно факт. Дело в том, что для того, чтобы по максимуму разгрузить систему здравоохранения для обеспечения вот борьбы с распространением коронавируса, сейчас решением главного санитарного врача по Владимирской области, решением областных, областной администрации, действительно, большинство медицинских учреждений переведено на режим приема, ну, экстренных случаев, да, то есть это действительно, когда вот неотложная требуется операция, в таком же режиме даже зубные кабинеты работают, то есть если у человека острая боль, принимаем, зубопротезирование, дождись, когда закончится, вот, ну, в отношении зубопротезирования, насколько оправданная такая мера, тут еще можно поспорить, я не специалист, я не буду спорить, с Роспотребнадзором, это их прерогатива, права, но с точки зрения того, что в целом логика в этом есть, это безусловно так, потому что сейчас, ну, во-первых, когда люди приходят в учреждения здравоохранения, это тоже контакты, это тоже нагрузка, вот, приходят в поликлиники, в больницы, и если там среди этих множества людей оказывается больной, он и в других больных, и наши уважаемые телезрители может заразить, а если у него и так состояние здоровья не очень хорошее, да, а онкобольные, это как раз в группе риска по ковиду, это известно, да, то есть там 4 категории больных, которые наиболее подвержены, ну, риску, это как раз онкобольные, это заболевание дыхания, это сахарный диабет, и сердечно-сосудистые заболевания, да, совершенно верно, и поэтому подвергать риску дополнительным и персонал в том числе, и себя, и персонал в медицинских учреждений не нужно, и поэтому сейчас врачи, вот участковое терапевтическое звено, оно вообще нацелено на то, чтобы, то есть пациент позвонил, там, пожаловался, да, не нужно ему идти в поликлинику, к нему врач должен приехать терапевтик, именно для этого мы машину закупаем, и в том числе Единая Россия выдает, чтобы врачи первичного звена, терапевты, педиатры, выезжали к людям, то есть если, есть признаки заболевания, ну, такого, в общем-то, легкого какого-то, недомогание легкое, насморк, температура поднялась, будь дома, врач приедет, посмотрит твои, что ситуация, если ОРВИ, обязательно тестирование, проверить, из-за чего оно как, вот, если там другие формы заболевания, ну, там таблетки выпишут, да, волонтеры доставят, или родственники эти таблетки тебе на дом принесут, но, вот, такие ситуации, как вот человек, который позвонил, да, когда вот у него, слава богу, не острое, но ему действительно, вот, есть, есть, имеет место быть, это действительно объективно, и, ну, вот, у нас председатель законодатель собрания, Ланин Калыч Киселев, я, как его заместитель, еще один заместитель, Дмитрий Рожков, мы регулярно, ежедневно, практически, работает оперативный штаб, по противодействию распространению коронавируса на территории области, именно этот штаб вырабатывает, ну, те или иные решения, мы, безусловно, вот такие сигналы, которые от наших жителей области проходят, мы на штабе на этом докладываем, мы говорим, что вот нужно, да, какие-то меры принимать, вот то, что вот по экономике были решения, да, когда сначала почти все закрыли, а потом все-таки решили, что ряд сфер необходимо открыть, да, то есть это просто необходимо, потому что это сферы, связанные с обеспечением жизнедеятельности, те же вот автомойки закрыли, а потом открыли, почему? Потому что машины скорой помощи, элементарно негде помыть, да, если автомойка не работает, да, и, а машины должны мыться, с них должны... Это сервис, да, это сервис, да, с них должны смываться, должны в том числе и вирусы эти, вот поэтому, ну, Ну да, правильный вопрос, есть такая проблема, и эту проблему нужно решать. Мы обязательно будем заниматься этим. А вроде бы у нас еще один звонок, да? Добрый вечер, слушаем вас. Алло, говорите. Добрый вечер. Я хотела бы задать такой вопрос. Я мать-одиночка, была многодетной матерью. В данный момент я потеряла работу. У меня на Иждивине двое несовершеннолетних детей. Наш губернатор подписывает о выплате от трех тысяч к каждому ребенку многодетных семьях. А мы, как матери-одиночки, как мы должны жить? Спасибо. Ну вот это как раз к тому, что нуждается в поддержке жителей нашей Владимирской области. И действительно сейчас готовится нормативный акт о выплатах многодетным семьям. Вот, я так понимаю, дети уже взрослые, поэтому продолжают. Попадают, да, в эту кутюре от трех до семи лет, которая. Да, вот есть выплаты федеральные тем, кому материнский капитал. Это президент подписал, да, и будут осуществлены выплаты по пять с половиной тысяч рублей ежемесячно в семьям, где вот дети от года до трех воспитываются. Ну, поверьте, то есть набор мер и так обширен, да. Сейчас еще раз говорю, тут как раз вот такие звонки, спасибо большое за них. Ну, мы как бы знаем об этих ситуациях, но просто рассчитывать на то, что вот семь сестрам по серьгам раздадим, ну не приходится. Дело в том, что мы же еще должны понимать, что вот что такое бюджет Владимирской области. Это налоги, региональные и другие доходы, да. Исходя из того, сколько собрали, плюс федеральная помощь, вот исходя из этого, там уже затраты идут, да, по различным статьям. И бесконечно ожидать, что вот всем денег раздадим, но такого не будет, потому что, во-первых, мы сейчас серьезные риски имеем и объективные риски с тем, что мы недополучим часть бюджета нашего регионального, да, потому что действительно сбой идет и в экономике в том числе. И из ничего ничего не бывает, да, то есть можно сейчас напридумывать мер поддержки, которые не будут обеспечены реальными деньгами. Поэтому вот я всегда был сторонником, остаюсь сторонником о том, что меры поддержки, а, должны быть адресные, и, б, должна быть очень четкая система, да, потому что на самом деле вот наши, мы гордимся, что у нас, да, большое, большое социальное законодательство, наш региональный, большой комплекс мер, но насколько много людей охвачено этими мерами, насколько эти меры необходимы, насколько они действенны, насколько они эффективны, это нужно каждый раз смотреть, смотреть и смотреть, смотреть и уточнять. И вот, кстати, возвращаясь к теме о региональном скандалисте, вот кроме освобождения от платы за капремонт, еще один закон, тут тоже фракция «Единая Россия» и фракция «Справедливая Россия», он направлен на отдельную категорию граждан, которые сейчас в очень тяжелой ситуации, это врачи, то есть они действительно на передовой, им сейчас непросто. И мы вносим наш 120-й областной закон, я надеюсь, депутаты поддержат, меры, связанные с тем, что врачи, их жизни и здоровье застрахованы будут, и в случае, если будут заражены, сами исполняя свои обязанности, если их здоровье будет нанесен ущерб, будут выплаты произведены до 50 тысяч рублей за счет средств регионального нашего бюджета. Ну и плюс, наверное, слышали наши, знаю, телезрители, что с федерального бюджета вот те деньги, которые в целом на поддержку здравоохранения в регионы поступили, в том числе они предусматривают и увеличение оплаты труда врачам, специалистам, которые непосредственно занимаются противодействием стране. Ну то есть это прежде всего и терапевтическое звено, это врачи-инфекционисты, это те, кто аниматологи, кто, врачи скорой помощи, и поскольку федеральная выплата, она именно на врачебные, на медицинский персонал был, и при этом выпали из этой цепочки те же водители станции скорой помощи, машин скорой помощи. Они же тоже вместе с фельдшерами доставляют людей, они также рискуют с жизнью здоровью. И выпали лаборанты, которые вот тестирование проводят, за счет регионального бюджета также принято решение о том, чтобы такие выплаты производились. Поэтому, ну вот, как сказать, то есть вот просто сейчас пообещать, да, что мы всем все выплатим, но это просто было бы болтовнёй и глупость была бы, да, ни того, ни другого себе позволить не могу, ни болтовни, ни глупости. Вот, проблемы есть, еще раз говорю, ну нелегко, да, действительно нелегко, и многие оказываются, вот предприниматель дохода лишился, вот женщина-мать-одиночка лишилась работы, и, ну понятно, что она встанет на биржу, понятно, что совсем без дохода у нас социальное государство, у нас это в Конституции написано. То есть без помощи граждан мы не оставим. Да, может быть доход будет не такой, когда она работала, меньше, но гарантированный минимум и дети ее, и она сама получит. Вот, гарантированный государством, гарантированный Конституцией, вот, но этот минимум, к сожалению, да, это так называемые, там, минимальные выплаты для того, чтобы обеспечивать человека, там, ну что называется, прокормить. Вот, конечно, человеку, кроме того, что кушать, ему еще надо одеваться, ему нужно в школу детей собирать, вот, ему, ну много чего нужно нам всем с вами в жизни, и, конечно же, да, непростые ситуации бывают. Хотели сегодня поговорить о Конституции, две минуты времени остается, понятно, что не успеть все, и есть звонок телезрителей, что будем делать? Я про Конституцию одно скажу, победим коронавирус и обязательно проголосуем про поправки, потому что поправки в Конституции как раз ответ на многие из тех вопросов, которые сегодня прозвучали, да, это как раз гарантии социальные, это гарантии социального равенства, это то, чтобы чиновники двойного гражданства не имели и были более ответственны перед народом, это про усиление различных видов власти, поэтому обязательно нужно бы нам будет с вами прийти и поддержать поправку Конституции, когда пройдет процедура общероссийского голосования, ну а сейчас давайте ответим на вопрос. Все, звонок сорвался, да? Сорвался, ну тогда еще про Конституцию. Я очень надеюсь, что вот, понятно, тяжело, понятно просто, но Конституция, ну не то, что надеюсь, я вот в этом абсолютно свято убежден, дело в том, что я, ну как сказать, очень внимательно и четко читал все, что предлагается, и в принципе на большинство запросов, которые в нашем обществе существуют, вот эти поправки в давляющем большинстве дают ответы. У нас, к сожалению, вот критики, поправка Конституции, они свели все к каким-то таким вот глупым вещам, типа президент решил себе сроки продлить и это все там, ну какие-то вот критика, она не по делу. А почему не по делу критика? Потому что по делу критиковать нечего. Каждая поправка, она по делу там. Суверенитет, права и свобода граждан, обеспечение социальных нужд, чиновники должны быть ответственны перед населением и не должны иметь двойного гражданства. То есть там любая поправка, она очень-очень по делу, она назрела, вот. И поэтому я очень рассчитываю, что так оно и будет. У нас люди очень умные, очень ответственные, любящие свою родину. Мы внимательно сейчас, благо, все на самоизоляции, дома, большинству, да. Изучаем, друзья, все поправки и отдельно встретимся с Романом Валерьевичем по разъяснению этих поправок отдельно в эфире, друзья. Сегодня пока, конечно же, ковид задавил нас всех. Спасибо вам за вашу активность, надеемся, хоть немножко эфир был вам полезен. Надеюсь, что все дозвонились к нам. Оставайтесь дома, берегите себя.